Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Закончился праздник Вознесения Господня, отслужили мы его в прошлый четверг, сейчас идет еще контекст по празднству, и 10 дней между Вознесением и праздником Троицы, дни, когда мы призваны заблаговременно поразмышлять, с одной стороны, о том, что значит вот та самая дистанция с Богом, о которой мы говорили в прошлой нашей передаче, дистанция, которая нарастает во время Вознесения. В эти 10 дней, удивительно, церковь не поет ни в храме, ни дома не читает молитву Царю Небесной, и все замирает в ожидании сошествия Святого Духа. И вот мы традиционно к празднику готовим, не столько размышляем о празднике, когда он уже наступил, ведь в праздник правильно надо вступить на самом деле, правильно его отпраздновать, его правильно каким-то образом осмыслить заблаговременно. И вот подготовка к празднику Троицы в нашей передаче будет сегодняшним разговором о том, кто же такой утешитель, кто же такой Дух Святой, которого обещает не спаслать Христос Господь незадолго до Своего Вознесения. Говорим мы об этом с нашим гостем, с отцом Николаем Зининым. Батюшка, здравствуйте. Здравствуйте. Отче, ну мы проделали небольшой путь совместный. Мы поговорили о том, как Христос является, будучи воскресшим своим ученикам, мы поговорили, ну насколько нам позволяет контекст Евангелия о том содержании бесед этих вот после воскресения. И в частности в одной из бесед, когда Христос является, говорит шалом, мир вам, вот, дует на учеников и говорит примите Духа Святого, им же этим Духом, если отпустите грехи, отпустятся людям, если не отпустите, то не отпустятся. Вот. А потом через некоторое время тоже говорит о том, что не оставлю вас сиротами, об этом мы с вами говорили уже в контексте разговора о празднике Вознесения, не оставлю вас сиротами, не спошлю для вас утешителя, который придет и научит вас, и как говорить, и как действовать, и так далее. Первый и самый очевидный вопрос, который напрашивается, мы символи веры читаем, и у нас больше того это пунктик противодействия с католической церковью, так называемый догматофилиоква, о том, что Дух Святой исходит только от Отца. Как же Христос говорит, я пошлю, или я умолю Отца, или я сам пошлю, или как Он дует, вот, собственно, сообщает этот Дух Святой. Вот. Так все-таки от Отца, от Сына, и вообще каким образом? И что это вообще за такая ипостась, третья ипостась Престой Троицы, Дух Святой? Ну, сложные вопросы. Я бы, может быть, немножко с другого начал размышлять на эту тему, потому что на самом деле иногда думаешь, с какой стороны к вопросу приступить. Все-таки, ну, классическая такая метафизика, которая мчится все объяснить, все разложить по полочкам. Здесь, конечно, апофатика в отношении к Богу, мне кажется, более выглядит цельно, но у нас с апофатикой проблемы в православии, потому что у нас сначала 300 страниц текста о Боге, а потом там страничка апофатики, что о Боге мы вообще-то ничего сказать не можем толком. Вот. Ну, зачем тогда предыдущие 300 страниц? И здесь, мне кажется, какое-то такое даже глубинное противоречие самой человеческой личности, да, что с одной стороны нам, нас привлекает тайна, мы хотим ее как-то, а с другой стороны нам нравится, когда она остается непознанным. То есть мы, когда что-то исчерпываем полностью, у нас возникает, ну, такой, не то что разочарование, а легкий осадок такой, что как бы мы этот родник исчерпали, а нам хотелось бы еще, чтобы он был глубже. И в этом плане, конечно, Бог дает нам такую глубину неисчерпаемую. И мы, с одной стороны, понимаем, что мы ничего не можем о Боге сказать. Даже, ну, я крамольно там, вот мы говорим, идея Троица, да, это догмата Троица. Этот догмат был из определенных предпосылок евангельских святыми отцами там учрежден. Но если взять его отвлеченно, мы Бога посчитали, получается? Ну, это совсем отвлеченно, да, то есть я также исповедую символ веры, но просто глазами, там, скажем, стороннего наблюдателя. Как же вы говорите, что Боге ничего не изыскать, когда вы его уже посчитали? А может, их там пять? Просто не все еще явились. Так же, как вот, иудеи говорят, а как же у вас там, да? Вот у нас же Вечный Завет Бог давал, да, а вы его уже не соблюдаете. То есть получается, что в тексте, в библейском, даже когда говорится про Вечный Завет, но не говорится, что он не навсегда. Вот. И мы знаем, в Новом Завете есть такая попытка в апокалипсисе, что если кто допишет что-то еще сверху, то будет пусть проклят. Это страх любой религии, что она вдруг когда-то расширится или как-то, да. Но мы видим, что так оно вообще-то и происходит. Взять тот же иудаизм, там в Ветхом Завете четко написано, что эти все заповеди во веки вечны, никогда их нельзя отменять. Вот. А тут уже как-то мы субботу нечтем. Ну, это так, преамбула, да. И когда вот мы говорим про лицо, третье лицо Святой Троицы, про Духа Святого, то мне кажется, правильно начать вот именно с контекста Вознесения. Вот мы говорили, что произошло на Вознесении, да. То есть, один из пунктов, который мы как раз обсуждали, это то, что диалог, ну, или зашел в тупик, или исчерпал себя возможными средствами. И надо было... И второй был важный момент, что в головах у апостолов четкая была вот эта связь не разрушена земной власти и духовного преображения. Они его так и мыслили. И вот в этом контексте, в контексте земной гегемонии, политической гегемонии, телесная воскресшая фигура воскресшего Христа, она стала бы играть разрушающую роль. Это как войны за Граальбы были. То есть, с нами Бог, мы можем вас победить. И тогда реально бы сама фигура Христа превратилась бы вот в такую движущую силу войн политических репрессий, духовных каких, религиозных репрессий. На основании того, что с нами истина, вот она живая, живет в Иерусалиме. Кстати, в этом ключе интересна именно отсылка в Галилею, да? Мы встретимся в Галилее. Они говорят, когда уже царство Израиля, то оно в Иерусалиме должно, понятное дело, наступить. Но мы встретимся с вами в Галилее, там, где нет никакого царства Израиля. Ну, и потом были другие царства. Царство Святой Византии. То есть, вот эта мечта иудейская, она продолжилась и в истории церкви тоже. То есть, была какая мечта? Вот и Царство Израильское. Почему оно святое? Потому что там будут святые иудеи жить. А всех нечестивцев они порубят. Это мечта царя Давида. Ну, это, по сути, есть геноцид, да? Мечта царя Давида, что вот, Господи, давай праведников спасешь, а нечестивцев всех погубишь. Когда ты погубишь всех нечестивцев? То есть, такое желание скомпоновать по какому-то признаку, отделить нечестивцев от хороших и этих погубить. И вот тогда начнется рай, потому что останутся только хорошие люди. Мы сейчас улыбаемся, для нас это наивная мечта. Так же было в 20 веке. Почему Германия там уничтожала другие нации? Они считают, они выделили вот по такому признаку вот этих. Но, по сути, это библейская тема. Выделить нечестивцев, их уничтожить. Просто вот критерий, кто нечестивец, он меняется с веками. И вот оставаться такой политической фигурой здесь на земле, где люди без войн, да, то есть это было опасно. И что происходит? Христос как бы удаляется, уходит и говорит, ну я вам пошлю утешителя. И идея какова? Что утешители – это тоже Бог, тоже присутствие, в том числе и Христова, и Отца, да, мы его называем Святой Дух. Это присутствие Бога. Мы же говорим о единстве лиц Святой Троицы, да? Но только такое, чтобы нельзя было формализовать, в рамки четкие заключить и сказать, вот он здесь с нами. Хотя, опять забегая вперед, в истории Церкви все так же и произошло, да? Святой Собор и Святой Дух вместе с ним определил, что это. А другой Собор собирается, говорит, а у нас Святой Дух определил, что вы неправы и так далее. То есть вот эта попытка перетянуть Бога на свою сторону, она продолжилась, да? И вот в плане там политическом тоже, вот там, когда Царство Святой Руси ты устрояешь, или Святой Византии, то есть вот эта вот попытка ограничить, какая идея была Византии? У нас будет Святой Царь легитимный, с нами будет Святой Дух, и все, и у нас будет Святая Страна. А все остальные, там, еретикев, мы там, да, ну и потихоньку мы завоюем все, и это, ну, и так же Святая Русь и так далее. То есть вот эта идея политическая сделать на земле за счет Бога рай, да? Но такими жесткими, как бы Господь от нее уходит, да? Но мы видим, что у него это не получается, в каком-то моменте получилось. У нас не получается от этой идеи отвязаться. Принять ее. В головах людей эта идея есть. С нами Бог, мы должны победить и так далее. То есть Бог тогда включается в репрессивную машину, государственную, политическую, социальную, когда мы делим. А вот интересно, вот возвращаясь опять, почему-то вот я вспомнил сейчас неделю о Самарянке, и у меня на проповеди такая была идея, что Бог может найти человека, то есть если мы открыты для встречи с Богом, то Господь найдет человека и место, где... Потому что вот этот колодец, куда пришла Самарянка, она специально шла, чтобы там никого не было. То есть это было в то время пустынное место, потому что днем никто там воду не набирал. И это был человек, с которым бы она сама не заговорила. То есть ты можешь с таджиком в маршрутке, грубо говоря, встретиться, да, и он тебе что-то скажет, если ты открыт для этих слов. То есть Бог может, ну, как бы вот встретиться с тобой, но не там, где ты его ждешь. Он просто тут... И вот здесь тоже вот святые все царства, и вот это Дух Святой — это такая ипостась, присутствие Бога в отсутствии, присутствие неуловимым, как вот у пророка Ильи на горе он почувствовал, голос... — Легкое дуновение. — Легкое дуновение. Даже на лысую вон нашу гору поднимись, там в любой момент времени легкое дуновение ощутишь. Всегда. То есть по сути некоторые экзигеты современные говорят, то есть он не ощутил ничего. Потому что подняться на гору и ощутить легкое дуновение ветра, это все равно, что... Но он-то ждал гром и молнии, землетрясений. Все равно, что по щиколотку войти в воду и сказать... — Я почувствовал прохладу. — Прохладу и мокрость. — Ты в любой воде, ну, если только специально горячую себе не наберешь в ванной. И то есть вот это вот... — Может быть, это было дуновение иного характера? — Ну, это вообще было откровение, потому что предикатой Бога была сила, грома, молния, власть, огонь. А дуновение ветерка — это не сила. В нем нет силы, в нем нет мощи. Какое-то потрясание какими-то своими мышцами. Там нет ничего, кроме самого дуновения и внутреннего ощущения, что здесь-то Бог. И вот такое вот неуловимое, тонкое присутствие, оно должно, по идее, нас, христиан, как прививка вот от этой тяги к власти, от этой тяги к насилию, к доминированию, к каким-то большим массам, оно должно обеззараживать эту в нас закваску, по сути. Потому что, осуждая человека, раньше церковь легко это делала, как еретика, сжигая людей. — Почему раньше? — Сейчас, слава Богу, не сжигают. — Но объявляют легко еретиком. — Ну да. Но делая это, мы как бы забываем вот про эту ипостась, про Духа Святого. И здесь очень страшно, почему? Для меня вот, помните, в Евангелии Христос говорит, только один грех не прощается — хулана Духа Святого. И она по-разному трактовалась, конечно, но для меня, я эти слова так понимаю, что хулана Духа Святого — это когда ты решил, что в другом человеке его точно нет. Когда ты эти границы определил для Духа Святого, решил, что вот здесь он везде есть, а там вот еретик он или бандит, или там еще кто-то, но там его точно нет и быть не может. И вот когда ты эти границы расставил, это может быть, может быть, на самом деле и нет, да, но у тебя нет никакого инструмента на сто процентов проверить, что так оно правда. И тогда получается, что вот эта глубина божественного в каждом человеке, она по-другому. То есть это и есть хулана Духа Святого, когда ты редуцируешь человека до просто какой-то маски, что это неправильный человек, он неправ, он может заблуждаться, все мы можем заблуждаться, но вот этой конечной редукции нельзя делать, потому что это будет тогда хулой на Духа Святого, мы не можем определить. Был бы у нас как счетчик Гейгера, подошел к батюшке, о, зашкаливает благодать вообще, Духа Святого 120%, а у этого прям 0,1%, но все равно есть, да, может быть, у кого-то 0 покажет. Но у нас нет такого прибора, и может быть, это Бог специально так сделал. То есть Он оставил в церкви, оставил здесь с нами свое присутствие, но в таком виде, чтобы это нельзя было фиксировать. Чтобы мы все... Ну как вот, это и есть, по сути, слова Христа, что когда уходит господин дома, а вы должны быть как бы готовы, да, то есть господин дома ушел, а камеры-то оставил включенными. И видит, чем кто занимается, да. То есть господин дома ушел, его присутствия ощутимого физического, телесного здесь нет на земле. Но он пребывает так, что он может быть в том человеке, в которого ты только что плюнул. И это будет как бы обидно, если так оно есть. И какой-то тонус, наверное, в нас должен сохранять благоговейного отношения к человеку, каким бы он нам отвратительно, может быть, не казался. Я немножечко добавлю. Все, что вы говорите, безусловно, мне импонирует. Добавлю только то, что вот это вот слово «утешитель», которое мы перевели на славянский, как «утешитель». И, ну, условно говоря, немножечко взяли и сузили функционал. Прости, Господи, так грубо и технически мы о тебе сейчас говорим. Ну, условно говоря, функции вот Духа Святого, да, что он должен утешать. То есть он тот, который... Ну, я вот плачу, а меня пришел кто-то по головке погладил. Я пришел и, условно говоря, засвидетельствовал. Недаром же вот в этой связке Христос употребляет, кому отпустите, тому отпустится. Я вот взял и вот требую наказание обидчика там и так далее. А вот это вот слово «утешитель», оно ведь... Мы просто в нашей общине читали весь этот год книгу Иова. Там этот термин регулярно всплывает, когда Иов просит прийти. Только там переводится не как «утешитель», а это слово греческое, которое употреблено, переведено, вернее, слово еврейское, которое переведено на греческий и которое переведено на русский, слово «утешитель». Оно одновременно означает и адвоката, и свидетеля, ну то есть свидетеля на суде или свидетеля твоей жизни. Вот включенные камеры здесь, наверное, хорошо подходят метафора. А еще интересно, что вот тот, кого мы понимаем как адвокат, то есть эдвока, то есть я призвал, позвал того, кто бы за меня заступился. Его главная функция на суде, вот в Израиле, в Древнем Израиле, была, например, я ответчик, вы истец, мы призываем некого, который бы положил свою правую руку мне на плечо, вернее, левую руку мне на плечо, правую вам, и условно говоря, примиритель, утешитель. Вот это функция. Да, то есть тот, который бы Иов просил такого, условно говоря, такое существо, примиритель, такого утешителя, который бы положил руку мне, Иову, и самому Богу на плечо, то есть он бы нас примирил, он бы нас взял бы и как бы друг к другу подвел. Ну опять-таки такая среда, которая включает... Да, то есть это удивительная форма, на самом деле, оказывается, не про претензии, потому что ведь тоже в одной из речей Христа вот эта функция утешителя, она озвучивается, опять же, в контексте суда. Вот вас поведут на суд, не думайте о том, что вам говорить, Дух Святой будет говорить вашими устами, он будет за вас свидетельствовать и за вас вещать. Он придет и все вам напомнит, и так далее, и так далее. Вот, ну это я просто в качестве такого дополнения, чтобы немножечко еще в этот пазл добавить кусков, и чтобы картинка стала... Ну тогда получается, Дух Святой это тот, кто должен примирить нас всех. Да, да, в идеале. Да. А наша инерция человеческая делает из него того, кто разделяет, того, кто отделяет. Вот в связи с этим я как раз хотел задать вот вопрос для наших телезрителей прояснить просто. Опять же, вопрос обывательский. Понятно, что я знаю как будто бы ответ на этот вопрос, но мне хотелось бы, чтобы мы его здесь обсудили. А все-таки каков замысел Бога о церкви? Насколько совпадает то, что из себя еще представляет ныне церковь с тем, как ее замыслил Бог, и, ну, в каком направлении нам стоило бы двигаться, чтобы, условно говоря, сошлись вот эти вот как-то пазы. Вот. Чтобы раз замысел Божий с тем, что мы из себя представляем. Мне кажется, сама как бы канва вопроса, она репрессивная. Что есть некая точка, куда мы придем, и там все сложится. Ну, хорошо, когда Христос благословляет церковь. Я считаю, что церковь, как большое учреждение, как большая социальная группа, она меняется, и идеальным запросам никогда не удовлетворяла, и, может быть, не будет удовлетворять. Но в этом и нет нужды. То есть мы все равно многие вещи переосмыслили, и все-таки церковь, да, это собрание, как социум, да, социум движется куда-то, мы видим, что изменения есть, и они не могут не радовать, да, там все эти публичные казни, это все ушло в средневековье, и это не может не радовать. И современная проповедь, она уже не настолько репрессивна, как, скажем, даже 50 лет назад, когда женщина там сделала аборт, и пришла на исповеди еще батюшка, ее нагрузил виной там. Сейчас уже не встретишь в проповедях священников там пугание адскими муками, ну, за редким исключением. Не знаю, часто это шутка. Вот, то есть в какую-то сторону мы движемся все вместе, и это не может не радовать. Но вот насчет конечной точки, я считаю, что... Я поясню, вот просто дополню, мы знаем фразу, что врата ада не одолеют ее, садишь на всем камне церковь, и врата ада не одолеют ее. И в то же время мы видим, ну, вот, там, не знаю, начиная там с какого у нас... Это вот та история, условно говоря, которая прям ближайшая к нам. Мы видим, как собачица Константинополь с русской православной церковью. Мы сейчас наблюдаем, как украинская церковь с русской православной церковью, казалось бы, это христиане, они должны быть, ну, то есть, их разногласия должны быть богословскими, они должны быть мировоззренческими, если хотите. Вот, но вот мы видим, как это все туда вот вторгается, вмешивается, если там переноситься чуть там раньше. Это мы говорим о юрисдикциях. Ну, это же все церковь, это же все собрание верующих во Христа людей. но есть юрисдикция, есть собрание, и надо различать. И юрисдикции могут быть разные, вот, но церковь это храм Духа Святого, а храм Духа Святого, апостол Петр говорит, это вы. А еще Христос, когда молится в своей финальной молитве о учениках, ну, собственно, получается, чтобы они были едины, получается, она с вами. Он молится о том, чтобы фундаментальный признак вот этой церкви был единство. Но по принципу, причем единство все твое, мое. Все, что касается больших, все-таки апостолов не несколько миллионов было. Он говорил о группе людей, вот, и мы знаем, что единство даже на уровне семьи сейчас с трудом как бы сохраняется, в более больших масштабах это практически, наверное, невозможно, только на идеологическом каком-то уровне. Поэтому понятие церкви, о которой говорил Христос, оно и то, и то, и то. Вот просто то, что эти слова там реализовывались, это только, мне кажется, на личном уровне, на уровне внутреннего круга, где ты на самом деле это можешь попробовать и реализовать. Все, что касается больших масс, это уже так оно, в принципе, если мы посмотрим в Евангелии, Христос ведь и не задумывал большую организацию, да, его учеников было только 10, там, если откатываться немножко назад, Христос, Бог, тот самый Бог, который, о котором мы в том числе читаем Чаяние Ветхого Завета, это тот самый Бог, который взял и некогда избрал народ, надеясь на то, что... Не бойся, малое стадо, он говорит. Чтобы этот народ стал церковью в идеале. Мне попадалась даже интересная мысль о том, что Христос не обязательно должен был умереть мученической смертью, что его обязательно должны были распять. В конечном итоге, если бы так это требовалось, то чему он противился, например, в Вифлееме? Ну, избили бы его, он умер бы мученической смертью, сразу бы, условно говоря, там, воскрес, и все было бы хорошо. Зачем три года проповеди? То есть, это попытка достучаться вот до, условно говоря, своего задуманного народа. То есть, сделать, притворить, условно, проект Богоизбранный народ. Через несколько веков появляется ислам. Вот. После христианства уже. Поэтому, ну, в религиозном плане, вот такое, такое единство, которое мы могли бы проецировать, оно может и недостижимо, вот, но мы эти слова Христа примеряем к себе. А вот, хорошо, тогда я с другого края зайду, с другого тыла. Что именно в себе, вот, например, ну, если вы не в качестве некоторого императива и директивы к кому-то, кто что там должен делать, что отец Николая замечает в себе самом, что именно в нем самом разрушает церковь. Ну, то есть, он привносит, там, не знаю, какие-то настроения в общину, или в приход, или в отношения с людьми, что вот, и может быть, для наших зрителей сейчас, которые слушают, они скажут, о, так это и во мне есть, вот, оказывается, что разлагает церковь Богом замысленную. Ну, тут мне сложно, потому что такое, это, глубокое. Ну, я не призываю, естественно, к публичному покаянию, просто вот, мне кажется, какие-то вещи фундаментальные, которые будут хулой на Духа Святого, одно вы уже назвали, это, мне кажется, очень четко и точно, да, что когда я вдруг говорю, что вдруг... оно и есть, вот, продолжение того одного, продолжение по отношению к себе самому, обесценивания себя самого, оно перекладывается на обесценивание и других людей тоже, которые вокруг меня, там, малой церкви, семьи, не случайно, кстати, да, что семья малой церкви названа, если говорить о каком-то вот таком единстве, вот, и эти вещи, они разрушают, как бы, тебя, они разрушают и, ну, в чем-то близких тебе людей. Вот сегодня ехал с утра, отвозил сына в школу, накричал на него и очень переживаю по этому поводу. То есть, все, что мешает нам быть друг с другом и быть в мире друг с другом, вот оно разрушает какие-то личные связи, оно, по сути, это разрушает и церковь, если уж таким языком говорить. Поэтому, опять-таки, эта работа ведется на личностном уровне. И как только мы в большие структуры уходим, это, во-первых, разочарует всегда, а во-вторых, большие структуры живут по своим законам и без идеологии они не существуют. И все-таки, ну, как бы, это разные уровни бытия. Идеология и евангельская весть, они на разных полюсах вообще жизни. Поэтому, если мы говорим про христианство, мы приближаемся к личностному уровню. Христос не взывает вот к этому, к этим большим структурам, когда дает повеление «идите, проповедуйте всем народу». Почему бы не сказать «живите там». Скорее, это такая новозаветная мечта, что вот наша любовь, такая тесная, малым кругом, может распространиться на всех. Но почему бы об этом не помечтать? потому что все, что мы проговариваем, что появляется в нашем языке, имеет тенденцию сбываться. Поэтому будем мечтать о том, что нашей любви хватит на всех. Но пока это мечта, будем прикладывать силы, чтобы ее хватило хотя бы на нескольких людей, самых близких. Аминь, отец Николай. Прекрасное завершение сегодняшней передачи, сегодняшнего диалога, в котором, может быть, не все вопросы были прояснены, но тоже тот факт, что мы их поставили перед зрителями и перед самим собой, это, мне кажется, очень важно. Может быть, мы никогда не найдем ответы, но, может быть, мы войдем в некоторую ситуацию, при которых вопросы будут просто сняты, не требуя ответа. Спасибо огромное. Спасибо вам. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся с наступающим праздником Троицы всех вас, праздником Дня Рождения Церкви, Пятидесятницей. Увидимся уже после этого праздника в следующий понедельник. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова